Я очень люблю зимой зеленые щи, поэтому обязательно делаю заготовки на зиму. Покажу сразу 4 способа. Начну с первого, своего любимого. Щавель хорошо промываю под проточной водой. Нарезаю. И так нарезаю весь щавель. Предварительно я его никогда не взвешиваю. Это совсем не нужно. В чистой стерилизованной баночке раскладываю щавель. Уплотняю, чтобы побольше поместилось в банку. Заливаю щавель кипятком. Как только вода в чайнике закипит, сразу выливаю в банки. Соль я не добавляю. Закрываю крышками. Переворачиваю банки на крышки. И отправляю до полного остывания под одеяло. Храню такие баночки в шкафу при комнатной температуре. Они отлично хранятся. Для второго способа немного воды наливаю в кастрюлю. Довожу до кипения и выкладываю нарезанный щавель. Постоянно помешиваю. Соль я также не добавляю. Когда щавель полностью поменяет цвет, довожу до кипения и снимаю кастрюлю с огня. Перекладываю в чистую стерилизованную баночку вместе с водичкой. Закрываю крышкой, переборачиваю и отправляю до полного остывания под одеяло. Хранится такая заготовочка отлично в шкафу на кухне. Для третьего способа свекольную ботву хорошо промываю под проточной водой. Даю стечь в воде и нарезаю. Еще и зелень укропа и петрушки перекладываю в миску. Ставлю кастрюлю на огонь и наливаю пол литра воды. Добавляю столовую ложку соли. Когда вода закипит, выкладываю частями нарезанную зелень. Постоянно перемешиваю, добавляю еще зелень и так добавляю всю зелень. Когда закипит и начнет побулькивать, уменьшаю огонь и варю ровно 5 минут. Снимаю с огня и перекладываю в чистые стерилизованные ванночки. Такая заготовка меня очень вручает, когда нужно быстро сварить обед для своей семьи. Для зеленых щей лучше не придумаешь. Закрываю крышками и переворачиваю банки на крышке. Накрываю одеялом и оставляю так стоять до полного остывания. Храню такую заготовку в шкафу при комнатной температуре. Из этого количества выходит ровно 2 баночки по пол литра. Ну а когда у меня совсем нет времени, то делаю быструю заготовку так. Нарезаю щавель и кладу в пакет. Убираю из пакета воздух, завязываю и убираю в морозилку. Можно заморозить щавель еще вместе с укропом и зеленым луком. А зимой добавляю в бульон, предварительно не размораживая. Все эти способы заготовки несложные и проверены временем. Зимой из таких заготовок готовить одно удовольствие. Надеюсь, что они вам тоже пригодятся. Спасибо, что доверяете и делаете заготовки на зиму вместе со мной. Продолжение следует...